В пригороде Славянска ополченцы утром сбили армейский вертолет. Он участвовал в авианалете на поселок Семеновка. Ночью, по данным из штаба народного ополчения, город обстреливали из гаубиц и минометов. Днем украинские информагентства сообщили, что исполняющий обязанности президента Турчинов прибыл на командный пункт под Славянском, откуда координируются действия военных подразделений. В посажденном городе работает съемочная группа специального корреспондента НТВ Юрия Кучинского. Вот что он сообщает. В городе гораздо спокойнее. Видимо, после вчерашних неудачных попыток штурма украинские силовики затихли и собираются с силами. Наверное, вчерашние попытки штурма обошлись им достаточно дорого. Так что сегодня никаких продвижений техники на позиции ополченцев замечено не было, но действительно их, конечно, как всегда, обстреливали. Армия работала на расстоянии. Работали гаубицы и минометы. Взрывы и выстрелы слышны и до сих пор, но они не так интенсивны, как это было вчера, когда был артобстрел перед попыткой ввести бронетехнику. То есть раз примерно в 10-15 минут мы слышим канонаду. Ну и также силовики пытались разрушить укрепление ополченцев с помощью авиации, что мы слышали и реактивные самолеты, и вертолеты. Вот в ходе атак на блокпост в Семеновке один вертолет все-таки был сбит. Это подтверждают ополченцы. Не совсем понятно дальнейшего судьба. То есть он задымился и где-то в нейтральной полосе то ли сел и потом сгорел, то ли он все-таки разбился и просто издалека был виден большой черный столб дыма. Также сообщалось о том, что, возможно, еще один украинский вертолет как минимум пострадал, но все-таки смог уйти из-под огня ополченцев. Но сейчас в городе довольно спокойно. Иногда над ним кружит, судя по всему, это Ан-30, самолет-разведчик, который предназначен для аэрофотосъемки. Возможно, так вот украинские силовики пытаются скорректировать свой огонь. Ну и после вчерашних столкновений где-то в городе был перебит водопровод, и серьезная часть Славянска сейчас остается без воды. Юрий Кучинский, Валерий Егоров, Евгений Савонин и Андрей Бельдянов. НТВ. Славянск. Славянск.